так добрый день друзья плюс 35 радоваться надо абрикосы созревают скоро буду хвастаться показывать уже урожай сильно жарко скорее всего климат уже ближе к среднеазиатского надолго ли не знаю вот часть урожая погибла из-за 9 градусных заморозков вот и тогда я сказал себе надо каждый день находить сюжет один сам прибежал сюжет из интернета моя помощница юля сергеевна мельникова уже имеет свою клиентуру и задают вопросу как очень 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 актритетному человеку но она сами понимаете не из простых она просто перед переводит мне и когда я читаю такой совет не совета вопрос я начали теряюсь потому что отвечать нужно долго и приблизительно я же не видел ничего этого письмо то это больше на эмоциях и тогда я сказал себе давайте я сниму фильм в реальном саду давайте ну для начала я читаю этого это письмо значит ей пишут но будем считать что и мне тоже нам пишут не подскажите на яблони листья второй год смотрю как светло зеленые и как пыльца поняли и не цветет весной думал это весной зацветет листья одни ну короче урожая нет молодые лица светлые пыльца не только на листик они на листик и веточках или надо чем-то обработать или убрать а новое потом садить убрать рано погодите она растет в углу забора вот начинается хоть какой-то зацепиться можно в углу забора нашего из соседей может плохо что в углу человек уже ответил на вопрос не проветривается или плохо все ответ уже есть но мы мне надо более детально рассмотреть этот вопрос хотя он уже на него ответил сам а так вроде нормальное дерево и кора без трещины и листья целые только пыльцы немного светлые дальше продолжение тема после этого пыльцы другие растения не заразились может это тальники или клён за забором от них сразу говорю никакая пыльца здесь рядом у нас сосновый бор вы видели как пылят эти самые сосны это ужас это туман как будто так стоит там не миллионы нет какие миллионы там миллиарды этих самых пылинок пыльцы пыльцинок так сказать так вот друзья никакие клёны тальники никто дерево не заразит если первое оно здоровое а у вас откуда это дерево откуда это может это дровишки с рынка вот обязательно приехали с юга вот может вы когда посадили вы всего выдают не отрезали часть кроны чтобы сбалансировать корни с кроны вот может посадили так что уже основание штамба гниет допустим корневая шейка оказалась под землей много чего может быть вот раз кое-что вы подсказали про соседей про проветривание что возможно не проветриваются вот давайте теперь мы берем посмотрели разбираться будем теперь моем саду и так все варианты железа в своем своей это как калоши причем все что я буду говорить ребята это все против науки и так пошли запись вроде идет вешаю фотоаппарат на шею и пошел пошел и пошел и пошел я буду приводить примеры с несколькими видами деревья это очень важно и так пусть это еще не яблоня вот но сам принцип есть два места расположения например дерево которое никто не заслоняет от солнца она на солнце как сейчас кстати по это то что называется полдень вот она она все открыто солнце давайте посмотрим может ли на нем быть то что вы рассказали с таким тихим ужасом вот вот солнечная сторона внимание смотрим это абрикос он правда неправильно абрикос у него листья не абрикосовая его из-за этого и держу вот я уже спилил бы его если бы листья были чисто абрикосовым вот показать вам чисто абрикосовое листья пожалуйста вот она может любуйтесь вот чисто абрикосового листья вот они не каждый еще знает к ним запасовывают знаете продают саженцы с листьями человек никогда их не видел ну и куда я отвлекся и так лист чистый вот никаких следов нет ли ничего вот она все солнцем все солнцем все солнцем теперь идем смотрим сюда вот эта беседка замечательная беседка здесь отдыхать здесь даже бильярдный стол есть только он уже мне лет 15 уже в него не играем так вот лет 15 назад была построена эта беседка вот видите а этому дереву 20 лет это манжурский подвой и прививка на него абрикоса королевский один год показывал 100 граммовые плоды и так что с ним случилось почему у него голый штамп почему у него такого цвета листья видите как все уже ненормально видели правильно полдень низ дерева в тени почему отрезана эта ветка она была сухая не выдержала в это не сухие вот они сухие просто руки не дошли отрезать кстати отрезать по железу обрезка на сучок вот так никаких ран вот тут то первый раз говорю но меня почему-то даже ненавидят за это когда я говорю обрезка на кольцо смертельно опасно и так вы видите листья эти листья имеют довольно странные только сейчас показывал а вот нормальные листья вот они там где выше крыши на солнце все в порядке нет ли лист темно-зеленый как положено ему быть смотрим сюда и так тени лист неправильный а вот одни назад открываю секрет приводил сюда специалиста который закончил учебное высшее заведение фамилии никогда не скажу мне интересно было просто как сказать не попрекалаться нет я просто пытался лишний раз понять что случилось на ухе и итак увидев вот это вот сейчас у меня нет памяти вот это то что называют млечный блеск действительно блеск смотрите вот чуть-чуть солнышко вот видите осуэтип битя блестит да и он также посмотрел и говорит млечный блеск и прав только он это называет причиной я называю следствием и я никогда ничего с ним делать не делал и не буду делать потому что это следствие если я даже я до химика а знаете что он сказал значит поэту специалиста в голове раз и навсегда это уже записано в битом в память он же это специалист настоящий с дипломом вот что он сказал медный купорос или бордовская жидкость я тут же вспоминал я же не пользовался ими никогда а старший меня 40 лет только профессиональный так ну почти 40 то есть ну 30 то профессиональный точно из 40 что я в саду в этом и тогда я с трудом вспомнил что бордовская жидкость кажется это смесь железного купороса и медного но врать не буду и он тут же сказал надо все опрыскивать я говорю да зачем мне опрыскивать это же отсутствие солнца нет полагается опрыскивать вот что я должен вам сказать ведь письмо же я должен на него ответить вот же она вот же что я должен сказать бесполезно если я прав если вы сами почти вычислили если причина тень в тени фотосинтез не идет настоящий потом потом где-то вот здесь солнце будет концу дня вон там чуть-чуть солнышко достанется и в сумме мы получаем нет не больное дерево вон она здоровая мы получаем ветки которые укрыты от солнца больны больны это один пример мы сейчас дальше пойдем еще раз показываю сухие ветки кто-то скажет отрезать жечь срочно они погибли крову это все придет это будет все жрать как там письме сказано там то же самое что не пыльца не перелетает ли не гробит ли чепуха пример за номером два у меня редчайший случай на моих абрикосов тли нет никогда не было в этом году впервые я увидел а трудно не увидеть смотрите вот смотрите видишь вот честная вот она вся облеплена кем облеплена это абрикос причем абрикос манджурский он видите как низкая прививка не прививка не прививка ниже прививки вон там ну поверили и так вот она это чудо это как будто специально мне для фильма потому что мы дальше пойдем абрикосы 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 и это я вижу впервые в своем саду Я никогда ничего не скрывал, я использую такие вот, еще потом сфотографирую, как наглядное пособие. Так, вопрос сразу к вам. Где хоть один муравей, который проклятый наукой, причем обидно, что не наукой, но учеными с научными степенями. Вот. Вот ли, я даже видел, кто-то там уже это. В чем дело, где муравьи, почему вот эта гусеница тут еще торчит. А здесь я еще видел, что некоторые шевелятся, у них крылья есть. Это, это, это самое, абрикосовые тилевые матки. Посмотрели, видели, и это как будто специально для меня, больше такого нет. Вот, смотрите внимательно. Еще раз, вид, видели, видели. За километр видно, смотрите. Вот идешь, вот видишь. Переходим к соседнему дереву. Ничего, 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 ничего. И даже в тени нету. Вот. То есть, здесь почти вечная тень, и то нормально выглядит. Посмотрели. Итак. Чем отличаются вот эти листья от этих? Эти на солнце, а эти постепенно начнут умирать и отсыхать. Как это было? А вот, пожалуйста. Тут еще больше тень. Видели? И уже отсохло, и уже отпилено. Только отпилено на сучок, никаких ран на кольцо. Вот. Итак, здесь тень. И то дерево заслоняет от солнца. Видите? Видите, оно в полутени. А потом еще больше будет тень. Вот. И так далее. Итак. Ищем главную причину. Никакое, ничего я с ними делать не буду. Можно опрыскать и уничтожить эту тлю. Дерево это не поможет. Эти листья обречены, потому что растут в тени. Вы согласны? Еще раз говорю. Солнце. И вот оно через это. Видите? Раз. И вы видите прекрасно, что они растут в тени. Тень, я ничего не выдумал. Кое-где проблескивает солнце. Вот. Эй, пока так будет. Ни хрена мы не дождемся. А от него ничего хорошего. Тю я с ней бороться не собираюсь. Бессмысленно. И, наконец, идем к третьему. Потому что я когда... Я специально выбрал место, где догадались уже. Точно-точно к кине. То есть, в письме. Где? Правильно. Как она сказала, между соседями возле забора. И не мешает ли тень. Давайте смотреть. Нахожу точно такой же сюжет. А куда мне деваться? Кстати, видите? Это я сейчас только косил. Вся трава... Отлегся, но ненадолго. Вся трава остается навсегда. Это главное вскошенное. А потом добавится листва. Густая. Покрывает огромным ковром. Вот эту землю. Вот эту вот. Все это остается навсегда. И это и есть главное удобрение. Нельзя убирать. Не верьте никому. Не делайте дурной работы. Еще и каторжной работы. Это все принадлежит деревьям. Это не ваше. Скосили и оставили. Ну, будет еще и такая тема. Ох, сколько у нас богатства растет. А его тоже ненавидят. Ну, вы поняли. Корневые отводки эти. Это венгерки. Покупайте. И у вас будут вот такие же деревья. Итак, вот такие деревья. Итак, перед вами дерево, которое уже частично в тени. Ему уже плоховато. Почему? Потому что вот эта китайка, она называется, китайка, общее название, красно-желтая. Видели уже ветки сухие? Ей не повезло. Солнце сейчас перейдет вправо-вправо. Так, полдень пройдет, начинает садиться. И вот это вот огромная, раз, вот там на втором плане, огромная, огромная, где-то 15-20 метровая кедра. И вот это соседний чернослив, вот она, они ее затеняют и появляются даже мертвые листья. Им не хватает чего. Ну, это же самое солнце. Солнце это что? Солнце это спатосинтез. Или начинают болеть. И как бы я не хвастался, что у меня самый здоровый сад. Вот, но дело в том, что этот сад у меня, это дерево у меня маточное. Если приглядеться, вы видите, синенькие, синенькие, синенькие. Это значит, я отрезал веточки на продажу, на, потому что даже это дефицит. И у меня их любят еще синенькие, еще синенькие, это не случайно, еще синенькие торцы замазаны, синяя краска. Это все черенки для вас. Почему? Даже это дефицит в стране. Их тоже можно прививать и получать прекрасные, сладчайшие плоды, которые я называю венгерка, ой, это, китайка красно-желтая. И вот это дерево отстает, вот оно очень крупное, смотрите внимательно, оно очень крупное, но обогнать вот тот чернослив она не смогла. Тот еще в два раза выше и крупнее. А значит, и вон ту огромную эту, когда солнце будет чуть ниже, она зайдет вон за тот кедр, вон он, вон он, огромнейший, его плохо видно, что он огромный, но зайдет. Итак, чуть не хватает солнца дефицит, или ветка сухая, или ветка начинает болеть. Да, у меня, да, но мне не хватает сделать так, чтобы вот как-то, помните, я показал то с неправильными листьями абрикос, который весь солнцем облит. Вот, такое, к сожалению, не бывает. Вот, вот этот абрикос когда-то обгонят, это супер абрикос Украины, плодиста 500 грамм, должны быть. Вот, видите, тот самый Петр Великий, ему еще жить-дожить, а он уже, посмотрите, ему тоже солнца не хватает. Вот, видите, я никогда не видел, и тогда только по... Это же какая-то авто, авто, и вот это авто получается, что запись теряется. И, наконец, последнее дерево, вот полная тень, вот почему у него сухие листья, вот смотрите, видели, сухие ветки, видели, сухие, полусухие, там повыше что-то есть, вон, почему, уж ему-то, вон кедр, который полнеба заслоняет, видели, во второй полнеба дня. Вот это вот чернослив, вот он гигант, он закрыл. А когда-то здесь, на этом абрикосе рос персик. Персик умер, из-за этой прививки сильно отстает в росте, и она обречена. Поняли? И если вы приглядитесь, и кто-то скажет, ой, грибы напали, запомните, лечить бесполезно, пока мы не уберем тень. То есть, это место не для абрикоса, который отстал. Тут у него гигант, маленький гигант, вон, но не маленький, он, кстати, прекрасно плодоносит. Вот, видите, вот, я эти кусочки сладчайшие, сливы тоже продаю. Но было бы еще больше урожая, тень, 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 вот, отсюда тень. Ну, в общем, вы теперь поняли, если дерево в тени, его ничего не спасет, опрыскивать бесполезно. Вот, и мы на этом закончим разговор, потому что через 20 секунд сам отключится. Я благодарю вас за внимание, спасибо, что выслушали меня, и не внимайтесь, как другие, не бегите за ядохимикатами. Если тень, бесполезно, причина тень, а не якобы напавшие грибы. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok